И к другим темам нашего выпуска. Интеллигентный протест. Работники Национальной Академии Науки из Одессы и Николаева пикетировали Одесскую облгосадминистрацию. Все из-за сокращения и без того урезанного государственного финансирования. Сейчас ученые вынуждены работать не полный день, а часть сотрудников и вовсе пришлось сократить. Сотрудник физико-химического института имени Богатского Ольга Снурникова теперь работает только 13 дней в месяц. Ее оклад раньше был 2000 гривен. Теперь из-за сокращения рабочих дней получает только половину. Работаем мы сейчас на режиме неполного рабочего времени. То есть из пяти рабочих дней мы работаем 3 или 4 дня в неделю. Соответственно мы не имеем возможности качественно выполнять свою работу. Без образования у нас не будет специалистов. Поэтому это очень важная проблема для дальнейшего развития государства и нашей экономики Украины. В таком же положении оказались специалисты десятков учреждений Национальной Академии Наук Украины. Штат сотрудников, институтов, музеев и научных центров сократили в пять раз. А тем специалистам, которые остаются работать, в несколько раз снизили ставки и зарплаты. Люди хотят по специальности работать, развиваться. Это инженеры, младшие научные, институт морской биологии. Полторы-две тысячи и то это. Плюс еще добавки за то, что поработал уже какое-то количество лет. По словам ученых, они вынуждены самостоятельно финансировать исследования. За свои деньги они участвуют в международных научных конференциях, имея мизерные зарплаты. В прошлом году мы уже сидели часть месяцев в режиме неполного рабочего времени по инициативе администрации. Многие применяли отпуска за свой счет, превышающие 15 календарных дней, предусмотренные законодательством об отпусках. И в этом году было предложено Академии Наук сократить штаты. Акции протеста проходят в разных городах Украины. Все ученые говорят о катастрофическом состоянии, в котором находится научно-техническая сфера. По словам доктора наук Ларисы Купинец, деньги на обновление материально-технической базы практически не выделяются. Престижность труда ученого падает с каждым днем. Научные коллективы действительно формируются годами, затрачены огромные средства. Это люди-энтузиасты, которые еще в самые тяжелые годы не бросили науку, которые посвятили ей свою жизнь. Это люди, которые учатся всю жизнь. Финансирование на одного человека в 5-6 раз меньше, чем в развитых странах. В США, в Германии, в Японии и в ряде других странах. Одесские ученые называют свою акцию бессрочной. Они призывают сотрудников Национальной Академии Наук из других городов Украины выйти на улицу и выразить свой протест. Этой весной они собираются пикетировать здания администрации президента и Кабмина.